Здравствуйте, уважаемые друзья! В Квебеке после недельного примерно периода оттепеля наступил период в 4 дня, когда у нас идет снег Вчера была небольшая пауза Температура поднялась до плюс 2 Немножко начало подтаивать Но сегодня, опять, как вы видите, идет снег Зима не торопится уступать своей позиции А я сегодня уступаю с очередным канадским вестником И хочу рассказать о том, что в Квебеке происходит в плане иммиграции Меня регулярно спрашивают о том, не слышно ли у нас тут изнутри каких-либо новостей На тему того, что там у нас с иммиграционными программами в Квебеке И, соответственно, вчера была новость И я спешу эту самую новость с вами поделиться Итак, о чем же новость? Франсуа Лего Это глава партии, которая называется КАК Переводится, расшифровывается она как Коалиция за будущее Квебека Так вот, Франсуа Лего, точнее, пардон Вызвел с предложением В связи с тем, что Квебекское правительство в последнее время часто говорит о том, что необходимо менять иммиграционное законодательство провинциальное Как вы знаете, между Квебеком и федеральным правительством существует отдельная договоренность по иммиграционным программам Которое, в частности, позволяет привозить ежегодно в Канаду порядка 50 тысяч иммигрантов Так вот, этот самый Франсуа Лего предложил изменить правила, требования к иммигрантам в каком плане? Он предложил, собственно, суть его предложения сводится к тому, что необходимо ввести трехлетний период Испытательный срок, трехлетний испытательный срок И после этого срока люди должны, иммигранты, которые приехали в Канаду по программе Квебека Они должны сдать экзамен по французскому языку Они должны сдать экзамен по Квебекским ценностям И они должны показать свою готовность, свою адекватность к требованиям Квебекского провинциального рынка труда Если же люди после трехлетнего периода не выполняют требования, которые перед ними ставятся Если они не выполняют условия требовательного срока, то тогда они обязаны покинуть провинцию Под это дело потенциально Франсуа Лего готов выделить 80 миллионов долларов То есть по программам, которые бы могли способствовать успешной интеграции иммигрантов Но, собственно, проблема в том, что сразу появилось большое количество критики на тему того, что Тем самым провинция выкидывает огромное количество людей за пределы провинции Потому что на сегодняшний момент, по данным Министерства иммиграции провинции Порядка трети иммигрантов, которые приезжают в провинцию Не знают французского языка на адекватном уровне, необходимом для того, чтобы нормально жить Они не совсем подходят под требованиям рынка И, соответственно, в этой связи возникает вопрос, что такие люди, скорее всего, не смогут нормально адаптироваться И сразу после того, как они приедут в Канаду, они будут находиться в группе риска В том плане, что они тут же покинут провинцию, как только поймут, что они, собственно, не подходят под эти условия И получается так, что Министерство иммиграции провинции тратит деньги для того, чтобы людей рекрутировать в провинцию Но тут же практически половину этих людей теряется из-за того, что люди априори не смогут нормально адаптироваться к местным условиям туда Собственно, вот такие вот новости у нас на тему изменений Или, точнее, дебатов, куда могут поменяться миграционные правила провинции Еще раз, значит, бояться, по большому счету, нечего, потому что речь пока не идет об изменении вообще самой системы иммиграции Речь идет только о том, чтобы ввести некий испытательный срок для тех людей, которые приезжают в Квбек по провинциальной программе И, соответственно, если люди не выполняют эти самые требования, они обязаны покинуть провинцию И, опять же, в качестве успокоения, поскольку всем людям, которые приезжают в Канаду, независимо от пути, по которому они приезжают в Канаду в качестве иммигрантов Выдается федеральная канадская виза, соответственно, люди не выбрасываются за пределы Канады Они просто переезжают из франкоговорящей Канады в англоговорящую Канаду Вот и все, вопрос очень быстро и просто решается Такая вот ситуация, такие вот канадские новости, канадский вестник Я с ним прощаюсь с вами, желаю вам всего самого хорошего и до свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok